Работа правоохранительных органов на полуострове стала предметом детального обсуждения крымскими парламентариями. На очередной сессии Государственного совета были заслушаны доклады министра внутренних дел и начальника Крымской госавтоинспекции. Выступления должностных лиц вызвали весьма живые депутатские премия. Подробнее о них и наиболее интересных вопросах повестки дня расскажет Юлия Козырь. Завершая правительственный марафон годовых отчетов, к парламентариям пришел министр внутренних дел по республике Крым. Доклад Сергея Абисова был весьма обстоятельным. Главный тезис – правоохранителям удалось не допустить роста преступности, а борьба с нарушителями закона велась ожесточенная. Тому свидетельства озвучены и в отчете цифры. По сравнению с 2014 годом вдвое возросла раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. У органов внутренних дел раскрыто 10162 преступления. Из них 1620 тяжких и особо тяжких, 105 убийц, 182 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 121 разбойное нападение, 580 грабежей, 5195 краж, 104 изнасилов, 730 фактов мошенничества. Отчеты, проделанные министерством в прошлом году о работе, парламентарии приняли, но все же решили указать главе ведомства на некоторые недоработки. На практике депутатов очень много обращений, связанных с работой правоохранительных органов. Особенно я хотел бы обратить внимание на контроль деятельности участковых, которые непосредственно работают с избирателями. Поскольку мне довелось, например, обратиться с письмом, обращением гражданки Нечаевой Анастасии Сергеевны, это село Трудовое Симферопольского района, которое участковый ее район просто не реагировал на ее жалобы и обращения. Там были преследования. Сергей Абисов пообещал, этот вопрос возьмет под личный контроль и оптимизирует работу участковых полицейских. В следующем на трибуну госсовета вышел еще один начальник, но уже госавтоинспекции. Парламентариям, как и большинству крымчан, очень интересно, когда же исчезнут очереди на перерегистрацию автомобилей. Ведь не улучшила ситуацию ни работа без выходных, ни продленные часы приема, ни дополнительно прибывшие специалисты из других субъектов федерации. А между тем, до часа их осталось всего неделя. Но Анатолий Борисенко стоит на своем. Сроки продлевать не будут. Кто не успеет, тот, как говорится, сам виноват. Я не буду говорить и отвечать за каждого гражданина, который за эти два года не успел приехать, перерегистрировать свое транспортное средство. Но тем не менее, с момента того, что увеличилось количество транспортных средств, были приняты дополнительные меры по урегулированию данного вопроса. Но если с физическими лицами ситуация более или менее понятна, то юридических проблем куда больше. Из-за пробелов в законодательстве свою работу могут остановить крупные предприятия. Дело в том, что приобретенные предприятиями на Украине машины сейчас невозможно переоформить. Когда приходит регистрирование ГИБДД, в соответствии с законом, который сегодня есть, посылает таможенные органы, получите справку, как транспортное появилось на территории Российской Федерации. А таможен говорит, а как нам дадим справку, оно не появлялось на территории Российской Федерации, потому что оно появилось вместе с Крымом там. Понимаете, получается абсурд. Опять отсылают ГИБДД и на местном уровне этот вопрос решить не можем. А между тем, именно эти предприятия – основополагающие налогоплательщики республиканского бюджета. Из-за этого недоразумения может остановиться работа целой отрасли, а сотрудники пополнят ряды безработных. Это весь строительный комплекс, который у нас есть. Мы остановим, потому что граждане пошли экономики, строительство, мы остановим все это. Это и перевозчики, это миксера, это краны, ну все. И вопрос не решается. Отправляли письма, работали в направлении органов, где наши местные пытались решить, но оно не решается. Депутаты подготовили обращение к федеральным властям с просьбой продлить сроки регистрации. Это же не какая-то проблема, извините меня, двух-трех человек, которые могут рассосаться. Это серьезная социальная проблема. Если завтра мы им запрещаем выходить на работу, они завтра придут, все под ГИБДД станут. Или здесь, возле государственного совета все придут и скажут, давайте нам тогда выработать. Или покупайте нам транспорт. Или поехали с нами туда за перекоп, мы покажем вам, как это все делается. То есть это все гораздо более серьезные вещи, чем просто оформление какой-то бюрократических документов. Теперь парламентарии будут ждать ответ федерального центра. Были приняты сегодня и другие не менее интересные решения. Так парламентарии утвердили законопроект, который разрешает увольнять с государственных должностей лиц, утративших доверие и подозреваемых в коррупции. Еще одно решение депутатского корпуса позволило почти шести тысячам крымчан получить право на получение звания ветеран труда и соответствующих мер социальной поддержки. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.